В эфире служба международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Европейский суд признал законным запрет на ношение хиджабов на работе. Самый большой в мире радиотелескоп открыли для туристов в Китае. Один из самых популярных фруктов в мире клубника признана смертельно опасной. В Масуле освобождена церковь, превращенная боевиками в свою базу. Европейский суд признал законным запрет на ношение хиджабов на работе. Суд в Люксембурге принял сторону работодателей, которые уволили сотрудниц мусульманок за нахождение на рабочем месте в хиджабе. Иск подали две жительницы Франции и Бельгии, уволенной за отказ не носить хиджабы на работе. Мусульманка из Бельгии работала в охранной компании G4S Security Solution, запрещающей своим сотрудникам носить любые религиозные или политические символы. Жительница Франции лишилась работы в IT-компании после того, как на ее хиджаб пожаловался один из клиентов. Высшая судебная инстанция Евросоюза пришла к выводу, что запрет на ношение заметных религиозных, философских или политических символов на работе не нарушает законов Евросоюза и не является прямой дискриминацией. Анжелина Джали выступила в защиту жертв насилия. Голливудская актриса, которая с 2001 года является послом доброй воли ООН по делам беженцев, посетила Лондон. Там актриса выступила с эмоциональной речью в Министерстве иностранных дел Великобритании. Ее выступление было посвящено пятой годовщине создания фонда по предотвращению сексуального насилия во время войн. Джали отметила, что изнасилования до сих пор остаются средством террора во время вооруженных конфликтов. Она рассказала, что работа фонда заключается не только в помощи пострадавшим, но и в привлечении к ответственности преступников, передает издание People. Самый большой в мире радиотелескоп открыли для туристов в Китае. Находится он в горном районе провинции Гуньчжоу на юго-западе Китая. Строить телескоп начали в марте 2011 года, а работать он начал в сентябре 2016. Телескоп величиной 30 футбольных полей. Для того, чтобы телескоп FAST работал нормально в радиусе 5 километров, устроили зону тишины, в которой блокируются все сигналы мобильных устройств. Отныне ежедневно гигантский телескоп смогут увидеть около 2000 человек. Есть в туристической зоне лишь одна платная услуга – поездки на специальном шаттле и посещение астрономического музея. Один из самых популярных фруктов в мире – клубника, признана смертельно опасной. В этой ягоде накапливается до 20% пестицидов. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, уточняя, что вредные вещества могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную функцию человека, а также иммунную и нервную систему, вызывая рак. В ежегодном докладе эксперты ВОЗ сообщают, что почти 70% образцов 48 видов искусственно выращенных продуктов были загрязнены остатками пестицидов. Исследователи провели анализ более 36 тысяч образцов популярных овощей, фруктов и ягод. На втором месте после клубники оказался шпинат. А самая низкая концентрация пестицидов отмечена в сладкой кукурузе и авокадо. Ранее сообщалось, что клубника, выращенная в больших теплицах в промышленных масштабах, содержит в себе 13 разных пестицидов. Это показало исследования американских ученых. Дети с аутизмом из Беларуси получат добрые открытки от незнакомцев. Белорусские волонтеры запустили онлайн-сервис по отправке печатных авторских открыток. Вырученные деньги активисты собираются направить на лечение детей с аутизмом. В рамках благотворительного проекта купить авторскую открытку может любой желающий. Средства перечислят непосредственно в семье с особенным ребенком. На сегодняшний день в проекте участвуют 10 художников. Свои работы они предоставляют бесплатно. По официальной статистике в Беларуси около 10 тысяч детей с аутизмом. Но выявляют этот диагноз далеко не всегда. В мире каждый 68-й ребенок рождается с аутизмом. В Туве возбуждено уголовное дело в отношении матери, чья 4-летняя дочь в одиночку прошла 8 километров по зимней тайге, чтобы привести людей на помощь. Саглана Солчак жила на отдаленной чабанской стоянке со своим дедушкой, потерявшим зрение из-за болезни, и 60-летней бабушкой. 6 февраля у женщины неожиданно случился инфаркт, от которого она умерла, и ребенок остался с беспомощным стариком. Взяв коробок спичек, девочка пошла за помощью на ближайшую стоянку, находившуюся в 8 километрах. На улице было минус 34 градуса. По сообщениям, девочка шла по тропинке, оставленной санями. Ранее она неоднократно бывала там, местность была ей знакома с рождения, а дорога пролегала вдоль русла реки. Ребенку угрожала опасность от диких животных, в первую очередь от многочисленных в регионе волков. Однако, к счастью, все обошлось, и ребенку удалось привести помощь. Девочка была осмотрена медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ну а храбрый поступок девочке принес ей популярность в республике. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл представил журналистам в Храме Христа Спасителя книгу «Ревнуйте о дарах духовных», которая представляет из себя сборник его проповедей, произнесенных в разное время, сообщает РИА Новости. Конечно, говорить на темы, на которые я сегодня в основном говорю непросто, потому что это темы о вечности. Источники, которые формируют наши представления о вечных истинах, принадлежат тоже древности. Поэтому, наверное, самая главная задача пастырей, церковных писателей заключается в том, чтобы говорить с читателем на том языке, который был бы понятен, создавать тексты, которые бы актуализировали вечные истины. Наверное, это самое трудное, сказал патриарх Кирилл. Один из первых подписанных им лично экземпляров книги патриарх вручил председателю императорского православного палестинского общества Сергею Степашину. «Епископ Гайчинский и Лужский Митрофан осветил закладной камень в основании мемориального знака на Левашовском мемориальном кладбище Петербурга», передает «Антерфакс». Памятник посвящен 14 репрессированным священникам. Архиерей также совершил литию по всем жертвам гонений на церковь. В 1938 году в Красногвардейске была арестована, осуждена тройкой и расстреляна подпольная контрреволюционная группа церковников в количестве 14 человек, которые возглавлял благочинный протерей Севастьян Воскресенский. Их тела были вывезены в Левашовскую пустынь и захоронены в братских могилах. Спустя 20 лет после смерти все жертвы сфабрикованного дела были реабилитированы. Иракские войска, освободившие район Масула от Даваса, обнаружили христианскую церковь, которую боевики ИГИЛ, террористической организацией, запрещенной в Российской Федерации, использовали как свою базу, сообщает Тиньмица. В Халдейско-католическом храме Божией Матери неустанной помощи к сегодняшнему дню не осталось ни одного христианского символа. Все распятия и статуи святых уничтожены. В здании развешаны плакаты исламистов и их символика. На стенах нацарапаны автографы боевиков. Район от Даваса был освобожден иракской армией в ходе операции по изгнанию ИГИЛ из Масула, крупнейшего города на севере страны, который был захвачен боевиками в июне 2014 года. Еще в январе армейское командование объявило об освобождении восточной части города. Пресс-служба Ватикана объявила, что Папа Римский Франциск посетит Колумбию в сентябре 2017 года, передает Седмица. Визит понтифика в Колумбию будет проходить с 6 по 11 сентября. Программа поездки будет включать остановки в городах Богата, Медельин, Картахена и Вилья-Бесенца. Папа Франциск в прошлом отмечал, что хотел бы посетить Колумбию, но только после заключения мирного соглашения, которое закончит долгую гражданскую войну в стране. Законодатели страны одобрили мирный договор, предложив амнистию боевикам фарс в декабре прошлого года. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndefistv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова